Богат и разнообразен мир грибов. Но для грибника существуют только съедобные и несъедобные. Бывают, правда, и условно съедобные, например, вот эти. Первые весенние, строчки и сморчки. Люди по-разному относятся к грибам. Одних увлекает их поиск. Для других грибов гастрономический деликатес. Но все должны уметь отличить хороший гриб от ядовитого. О, сколько вас тут поганок! А люди придут, ошибиться могут. Новичок, кто-то не отличит хорошего гриба от плохого. Вот я вас сейчас... Мухомор ядовит. Но не уничтожайте его. Это лекарство для многих животных. Пошли белые грибы, боровики. Начался грибной сезон. Собирать грибы лучше утром, в поросе. Не вырывать. Отрезать ножку. Или легонько повернуть его по кругу. Ножка отойдет от грибницы. Возвращаясь из лесу по солнышку, не забудьте грибы прикрыть травой. А если, друзья, случилась беда? Отравление грибами. Признаки боли в животе, рвота, понос, сильная жажда. А при тяжелых отравлениях судорогий бред. Это опасно, опасно. Первая помощь. Больного уложить в постель. Маленькими клатками давать пить соленую воду или холодный крепкий чай. К ногам положить грелку. И немедленно обращайтесь к врачу. Немедленно. Как же может произойти ошибка? Продолжительные осенние дожди могут смыть белые бородавки со шляпки мухомора. И неопытный грибник может спутать со съедобной сыроежкой. Похожи? На сыроежку очень легко узнать. Никакого кольца вверху и никакого булавовидного утолщения внизу ножки сыроежка не имеет. В большой семье мухоморов относят и бледную поганку. Вот они коварды. От них спасения нет. У бледной поганки в верхней части ножки бахромчатое кольцо. Пластинки частые, белые. Балововидные утолщения на ножке, как бы мешочки. А это шампиньон. У него пластинчатый слой розоватый или светло-бурый. И ножка не имеет булавовидного утолщения. Эти ярко-желтые ложные опята. А эти скромные сероватые настоящие. Грибы собрать, это только пол дела. Дело приготовить. Красавчик. Первое правило. Грибы не смешивать. Второе. Старые. А, выбросить без сожаления. Кстати, помните строчки-сморчки? Их нужно кипятить в течение 10-15 минут. Воду слить, промыть холодной водой. И только потом жарить или варить. Эти грибы можно и сушить. Яд, находящийся в них, выветривается после трехнедельной сушки на воздухе. Пришла осень. Пора за готовки грибов. Хочу сказать, что все грибы, я имею в виду трубчатые, можно сушить, как боровички, подберезовики, подосиновики. А пластинчатые солить в очках. Хочу предупредить и посоветовать, что ни в коем случае нельзя закатывать в банки слабосоленые. Слабо маринованные, нельзя их герметически закрывать, потому что в почве имеются болезнетворные микробы, которые, попадая в грибами безвоздушную среду, образовывают смертельно опасный тяп, который вызывает болезнь, ботулизм. Предупреждаю, запомни, заготавливать соленья надо в катках эмалированных, в ботрах, в стеклянных банках. Субтитры создавал DimaTorzok Они тоже грибы заготавливают и никогда не ошибаются. Берут только съедобные. Не знаешь гриб? Не бери. Берут только съедобные. Берут только съедобные. Добро пожаловать в Каналон! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова